Доброго времени суток. Достала свою колоду, которой давно не делала расклады. Я на ней делала на Россию. Вот давайте мы сейчас посмотрим, какие будет Россия принимать решения по зерновой сделке. Итак, зерновая сделка. Можно сказать так, что пока она с трудом, но каким-то образом движется, как она дальше будет, неизвестно. Но на данный момент пока движение какое-то есть. Какое будет принимать решение Россия по зерновой сделке? Пока в раздумьях. Но можно сказать, что по-старому в любом случае не будет. То есть здесь либо будут диктоваться другие условия, либо, скорее всего, договариваться будет о каких-то совершенно других условиях по зерновой сделке. Придется выбирать, чтобы открыть для себя новые возможности. Вполне возможно, что будут пытаться договориться, но на новых условиях. Итак, зерновая сделка будет расторгнута? Мы же хотим, чтобы ответили, да, это наша, таким образом. То есть будем смотреть, если положительная карта, то да, будет расторгнута, если отрицательная карта, то нет. Итак, будет расторгнута зерновая сделка. Скорее всего, да, потому что змеем. Это король луков, это король в обычной колоде, король мечей. Так что... Во всяком случае, змеи тут нарисованы, и у нас рысь такая опасная. То есть, скорее всего, сделка будет расторгнута. Но будут идти переговоры о том, чтобы, ну, договориться как-то по-другому. Дальше будут эти переговоры. Вот тут, скорее всего, договорятся. То есть будут выдвинуты какие-то условия, на которых Россия будет выигрышем, и тогда сделка будет продолжена. И для этого будут приложены очень много усилий, и все будут собраны профессионалы, чтобы просчитать. Так что... Не будем уж столько категоричны, что нам эта сделка не нужна, но воспользоваться нынешними условиями, да, ну, вот этой ситуацией, которая на данный момент, чтобы выторговать для себя какие-то новые преференции, это будет. И тогда сделка состоится. Ну, а всем нам желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч.